С самого утра Родийской субботы на Свято-Троицкое кладбище тянется очередь из людей, желающих почтить память усопших родственников. Среди посетителей кладбища можно заметить как глубоко верующих, так и простых людей, соблюдающих эту давнюю традицию. Пришел на то, чтобы почтить своих умерших, бабушку, дедушку, ну и всех, которые умерли. Я считаю, вообще на этот праздник должны ходить все православные люди. В древолюционное время в семьях было принято передавать из поколения в поколение особую тетрадь-памятник со списком всех усопших родственников. Получившую тетрадь, обязан был молиться за всех в своем роду, даже за тех, кто жил много веков назад. Сейчас же традиция упростилась, и люди в церкви ставят свечи лишь за тех близких, которых они помнили лично. Сегодня праздник Родительская суббота. Сегодня все верующие человека должны прийти в церковь и поставить свечку за упокойные души. Родительский день к вечеру плавно переходит в праздник Святой Троицы. Поэтому все верующие стараются посетить кладбище и храм как можно раньше, утром. Вечер этого особого дня создан для уединения и молитв. Во все три дня почитания Святой Троицы пол в православных храмах застилается свежескошенной травой, символизирующей животворящую силу Святого Духа. Священнослужители читают специальные молитвы, некоторые из которых необходимо исполнять всем присутствующим на коленях. Тем самым верующие в особой форме просят вечной жизни для усопших и спасения для ныне здравствующих. Праздник Святой Троицы есть праздник свободы, праздник мужества, крепости, праздник обновления и вечной жизни, которая отдается человеку через просвещение. Алексей Успехов и Игорь Олейников для программы Оперативный эфир.